Всем привет! Сегодня у нас день начинается с поездки в больницу. Нужно будет Аполлона отвезти на плановое обследование. Это до участкового терапевта. А после нужно будет заехать купить стабилизатор на Sony ZEV-E10, потому что основной стабилизатор, на который я снимаю видеосъемки, он для меня стал тяжелый после операции. И когда, допустим, я отрабатываю на объекте, там бывает 5-6 часов ведет съемка, бывает 8, то к концу рабочего дня там уже спина вообще отваливается. На следующий день тяжело даже с кровати встать, потому что сильно болеет спина. Сам стабилизатор-то не такой прям уж тяжелый, но вес имеет. То есть там он по-моему килограмм по-моему весит или полтора килограмма, что-то такое. Но он прям тяжеловатый для меня. И вот сейчас я хочу купить Zhiyun Cran 2. Сейчас вышел уже Zhiyun Cran 3, но он дорогой. Я смотрел по цене, что он вообще под ракет выходит, то есть он того не стоит. И там просто почему он такой дорогой? Потому что там усиленные механизмы и моторчики усиленные для полнокадровых камер. Там как Sony 7C, по-моему, потом еще которые вышли такие маленькие миниатюры, но полнокадровые. Но там идет тяжелая оптика, поэтому там идет уже усиленные моторы в стабилизаторе. Я хочу купить на ZV-10. Это идет кроп-камера и там уже идет маленький стабилизатор. Вот вчера на Alito нашел нормальный вариант. Там он продавал за 17. Но я с ним договорился, что если я сегодня приеду куплю за наличку, то он мне отдаст за 15 тысяч. Ну, в принципе, неплохо. Сегодня постараюсь к нему заехать. Он находится в Видном, город Видное. К нему заеду, у него куплю стабилизатор и уже буду им пользоваться. Что еще хотел сказать вам? Потом поедем на наш участок. Там нужно будет отдать деньги за работу, но не всю, а большую часть, грубо говоря. Там мы останемся, наверное, должны 20% от общей суммы за работу. Сейчас мы им отдадим деньги, когда приедем, кто нам пораб делает дом. Покажем вам дом на каком строительстве на данный момент. Сейчас он получается отстроенный и утепляется. Утеплился первый этаж. Первый этаж дома. Сейчас они перейдут на крышу. Крышу утеплят полностью и зашьют, а потом перейдут на второй этаж. И там уже будут окончательно сделать. Скорее всего, это будет до нового года, до декабря месяца. Сегодня у тебя приду и попрошу, чтобы они полностью покрасили в черную краску. Даже не черную краску, а черную, черный деготь или, как я не знаю, как правильно сказать, а как смола ее черная, чтобы зиму дом простоял и не сгнил. Ну, то есть, не то, что я сгнил, чтобы влага не напиталась. Там все равно повышенная влажность. А обшить в этом году, скорее всего, не получится, потому что, чтобы обшить дом, стоит 500 тысяч. А у нас сейчас пока таких денег нет. Сейчас вот мы за работу все что дадим, и все, больше у нас ничего не останется. А потом начнется январь, февраль, март. Это не сезон в работе. Там мы отрабатываем практически в ноль. Бывает даже в минус, потому что там особо не заказывают у нас шторы в этот период времени. И все. А потом, пока мы оклемаемся, уже будет лето. И там уже, скорее всего, ближе к лету будем делать обшивку дома. Ну, как-то так. Ну, а все по порядку. Сейчас я все покажу. И не переключайтесь. А что говорить? Вот засыпаем вот так на ручках. Скажи, что в больнице были. А? Скажи, что в больнице были. Ну, ездили сейчас в педиатр на плановый прием. 5 месяцев. 68 сантиметров. 6900 вес. Вот. Накричался, накушался. Теперь туснул. Сейчас вот сюда вот мы автокресло попробуем приложить. Впереди камера на плановый прием. Заедем. Видно, Андрей купит стабилизатор и едем на участок. И надо забрать документы. Там должны быть готовы на... На что мы там делали документы? На строительство. Разрешение на строительство дома. Разрешение на строительство дома и присвоение... Что там? Адреса или как? Адреса. Почтового адреса. Вот. В общем, мы поедем забрать документы. Впереди, наверное, там есть кулачка маленькая. Красивый вид у нас. Дороги. Да, видно. Вот там вот, например, дороги. Просто там ничего не видно. Так... О, есть. Аполлон, Аполлоха, Аполлон. Что, пойдем в торговый центр? Готово? Скрытая камера. Шапочку одевайте. Сейчас покушаем, потом поедем в мои документы. Вот так вот происходит наше путешествие. Катя не захотела, чтобы мы снимали. Тоже возмущается. Видели, как самолет близко летит? Очень близко. Это аэродром рядом. Все, все, идем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, самую прям большой. Ну нормально, как раз станет ванна душевая. Ходить можно будет хоть шкаф какой-то поставить. А то там ни шкафу, ни чего не будет. Видите, она обрешет у нас не наверху отела. Слушай, собрали, укусили, укусили. вот такое сейчас наверх нам нужно будет на крышу а много их можно будет вот такие широкие на сотка вот это говно или покрепче просто ну и подострелим тут можно стояльную машину сушить это нормально да конечно как то что надо вас получается там вода будет стоять вот здесь окопление будет щиток будет на точке электричество ну отлично не ушли что делаем показать на не ушли кухня куда-то тут этот камин как раз будет но будет воде стоять каминная зона а если вот допустим в этом но году не отапливать то он учишь ним не будешь хотим сюда поставить это чтобы проверять там как дара за зимой будет держать где что вылезет там где человек надо все равно там же где-то если холод будет сифоник там мокру будет а я понял надо проверить надо проверить надо проверить надо проверить сюда стена что увидели и все два слоя вот это потом повиняет время время доставить трубу будем ставить 150 150 европейская и с это все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, настроил я стабилизатор Вот так он работает Прикольно стабилизирует Хоть там в интернете его псирали Один там блогер, что у него не работает стабилизация Я бы сказал, что здесь офигительно работает Я даже какой стабилизатор буду брать на свои объекты Что мне здесь понравилось, это свет Тут встроенный свет есть Сейчас я сделаю по-ярче Здесь самый минимальный сейчас стоит То есть на 1.8 ISO он ставит 125 Сейчас я подниму на самый максимум Сейчас стоит на самом низу Сейчас я его выключу Посмотрите разницу Вот он выключился Подсветка Ее нету Сейчас я ее включу Вот она подсветка пошла Сразу такие тени прикольно легли Сейчас подниму и выше Вот выше Причем в комнате достаточно темно И вот она самый максимум Представляете? Был где-то самый максимум То есть вот так ты можешь себе снимать Самым максимумом Очень круто Конечно слепит ядрёно Лучше конечно на самом минимуме снимать Она подсвечивает Так приятно ложится свет Блин офигенная штука Сейчас пойду комнату сниму квартиру Потом сниму сам стабилизатор Покажу Сейчас я вам покажу Аполлона Пока мне еще батарейка не села Блин прикольно стабилизирует Единственное он вниз не уходит стабилизатор Вот и Аполлона В конце мы шли наберли А? Сам фиксирует Ну да О да О да свет горит Горячь что это такое? Что это такое? Неприкольно Реально стабилизирует Так ну вот сам стабилизатор который я купил Я его сбалансировал Посмотрел на ютубе ролики Как его сделать Откалибровал его Самое главное его тоже откалибровать И все Единственный минус этого стабилизатора Как я понял Я вам сейчас показать не могу Потому что на камере стоит плашка Плашка специальная которая сюда оставляется Железная грубо говоря Вот это вот Я не знаю Забылка Называется Держать Она получается перекрывать Батарейку Батарейку в фотоаппарате И чтобы потом поменять батарейку Когда она у вас сядет Нужно будет открутить эту плашку Ставить батарейку Потом опять и закрутить То есть это не совсем удобно Но зато здесь сделано на этой плашке От отвертки А можно рукой закрутить Открутить Более менее еще удобно И второй на минус Который я заметил Так как это Стадикам слабый И не рассчитан на тяжелые камеры Если допустим я ставлю Вот такой объектив Во второй камере своей Такой завоедесь Он потяжелее объектив Нужно полностью опять балансировать А это время На объектах я не могу это постоянно делать Под каждый объектив Его балансировать Соответственно Не подходит Такая тема На МОЗе Он МОЗ на который Я в принципе снимаю Снимаю все свои объекты Там получается Стабилизатор для тяжелых камер И там в принципе меняешь Когда объективы Там по барабану Потому что Эти моторы Вытягивают Дисбаланс И там в принципе Это никак не ощутимо А вот здесь Когда ставишь допустим С маленького объектива Вот сейчас вот стоит Здесь маленький объектив На который я вам показываю На который я снимаю Стоит 11 миллиметров 1-8 Это новый объектив Вы выпустили Один год назад Вот он маленький Посмотрите на него Обзоры Он маленький А здесь Здоровый То есть Тут как считать Два объектива Большущий объектив И когда его Перецепляешь То это все Начинает заваливаться Мотор начинает гудеть И могут сгореть Так что В принципе Спецстабилизатор Рассчитан на На Ну Один объектив То есть Если вы захотите его поменять Он придется Настоять И его опять Настраивать Это все Долго И нудно Но в принципе В таком сетапе Если вот Как я использую ЗВ-10 Одиннадцать Одиннадцать Миллиметров И Такой объектив Чтобы снимать Влоги Там показывать вам Когда мы ходим То есть Обзоры Там на широкий угол То это идеальный В принципе Вариант Без всяких заморочек Такой классный Варик Стоит Вот он Сейчас я смотрю На авито 22 тысячи Новый Там 23 тысячи Новый То есть Кто в принципе Какую цену Поставит Тут Некоторые Ставят И тридцатку Он Допустим Стоит за 30 тысяч Это же Стабилизатор Но это я считаю Что дорого Очень дорого Я его купил Сегодня за 15 Ибоушных В принципе Никаких то Таких то Косяков Или царапин Нету Нормальный Стабилизатор Тут только Немножко следы Масла Но это не Скорее всего Заводское Масло Таких Явных Дефектов Здесь нет Сейчас поснимал Тоже в принципе Ничего не заваливает Красиво Хорошо Стабилизирует Мне понравилось По стабилизации Мне кажется Лучше чем Моза Отрабатывает Нужно еще Кстати В Мозе Еще раз Присмотреть Мануал Может быть Там Где Нитун Устроил Опять Отбалансировать Осе Заново И Калибровку Сделать Потому что Этот был Оператор Которого Нанимал Скорее всего Стабилизатор Могил Попереломал Все эти Лампочки И Свалил Скорее всего Стабилизатор Можи Сделал Надо Будет Пересмотреть Может Получится Толховое Сделать Прям Мне понравился Стабилизатор Прикольный Кайфовый Став Так что Если у вас Такая камера ЗВ10 Берите Такой Стабилизатор Реально Классный То есть Никаких Прям Явных Проблем Именно Он Для Влога Для Блогинга Поставил Включил Записал Все что надо Выключил В рюкзак Кинул В путешествие Воткнул Снимаешь Реально Удобно Классно Прикольно Взял Вот Например Фотоаппарат Мой Основной Который Фигачу Фотографии Это 99-я 2-я Альфа Sony Обалденнейшие Картинки Самый любимый Фотоаппарат Просто Чумачечие Здесь Выдает картинку На сегодняшний день Мне кажется 2023 год У него картинка Круче чем На А1 Хоть и А1 А1 Считается Самой Самой Топовой Камерой Но это Прямо Мне кажется Картинка Лучше чем А1 Которая Стоит полмиллиона То есть Здесь Картинка Бомба Прямо Я не знаю Шедевратор Потом Еще одна ЗАВИ10 Моя С объективом 1850 Круп Тоже хороший Объектив Тоже на него Работаю Ну то есть Вы пусть в путешествие едете Самое прикольное Самый прикольный вариант Это вот купить такой Объектив Как сейчас На что я вас сейчас снимаю На 11 миллиметров 1.8 для путешествий Чтобы снимать все Крупным планом И вот такой фотоаппарат Взял вот Там Восьмидесятку Налепил на него 80 миллиметров И 85 Я уже не помню Какая здесь Портретник И все И снимаете Фотографии Если надо Прямо что то Вдалеке Красиво Ну сюда Тут тоже С 4К Охернино 4К Супер 35 То есть Включили здесь Сняли там Это видео Офигенно Да и все Потому что В большинстве случаев В основном Снимается Это На широких Углах Да и все Просто Единственное Может Тоже Откалибровать И этот объектив Поставить на него Откалибровать И на него Снимать Но опять же Там же Хобот Вылазит И уже Вес будет другой И моторы Будут опять же Нагреваться Неизвестно Как Я не знаю Рассчитаны Эти моторы На такую Эксплуатацию Или не рассчитаны На ваше усмотрение Ну и все И тут у меня вспышки лежат И синхронизатор лежит Такой вот синхронизатор Очень классный Удобный Недавно Недавно стал им пользоваться Очень нравится Отрабатывает Вообще На все Тысячу процентов Стоит сейчас На 2023 год Всего лишь 5000 рублей Новый причем Новый 5000 стоит Но Отрабатывает Вообще На все Тысячу процентов Классная вещь И Годекс Вспышка Все И вот таким Прикольно У меня Сетап Все Спасибо Всем За просмотр Показал вам Стабилизатор Показал вам Свой день Как он прошел Куда мы съездили Что мы делали сегодня Все Я Пойду почитаю книгу Сегодня Забрал на Азоне Классную книгу Кстати Сейчас покажу я Книжку Всем советую Почитать Купить вот такую книгу Это Второе издание Вообще не второе Есть Первая книга Этого автора Интересная Очень книга Называется Она Просто под руку У меня лежит Сейчас ее читаю Вот Называется Дневник реалиста Охрененная книга Кто Хочет В принципе Купить ее Здесь Тут Рассказывается Про бизнес Про деньги Про Мышление Про психологию Но книга Бомба Не важно Предприниматель Вы Или обычный Наемный Рабочий Или просто Студент Или пенсионер Интересная книга Вот Прям Для Для общего развития Советую ее Двумя руками Блин Реально бомба Мне она понравилась Охрененная книга И потом Этого же автора Есть такая книга Я ее заказал Сейчас она мне пришла Тоже интересная Это для предпринимателей Ну прикольная книга Тоже То есть 50 на 50 50 процентов Психологии 50 процентов Предпринимательства Тоже Советую купить Я еще не читал Только сегодня На зоне купил Но думаю Классная книга Как и первая И вот такую еще Купил книгу Инвестор За выходные Посмотрел В принципе Оглавление Понравилось Есть некоторые Нюансы Которые Можно внедрить В работу Просто В принципе Для общего развития Ума Выгодно Ну почитать ее Классно Сейчас многие скажут Нафига ли Я покупаю Столько книг Кстати я вам покажу Суть библиотеку Она очень большая В основном Это книги Про бизнес Про психологию Про Там про жизнь Разные такие книги Вот я часто Покупаю книги Читают Читают мне нужно Так как у меня Дефект речи Я заикаюсь Раньше очень сильно заикался Вообще Практически Ну тяжело было разговаривать В общем Была Такая серьезная стадия Сейчас уже Более-менее Говорю Завел влог Вот С вами Разговариваю Ну и книги Помогают Потому что Я буду читать Много Постоянно Слух Про себя То есть По-разному Книги Это как Тренажер В моем случае Тренажер Да и в принципе Уже интересно читать Потому что я их читаю с самого детства Я их там прочитал Я их там прочитал Не знаю Там миллионы Книг И вот Такую вот книгу Вам советую Классная книга Честно Почитайте Описание ее На зоне Она стоит Недорого Вот Автор Семен Кибала Инвестор за выходные Почитайте Так Все Я сейчас Почитаю книгу Посижу в интернете Немного И пойду спать Завтра вставать рано Дел много Надо Нотировать ролики Рабочие Свои ролики По работе Много делов Спасибо всем Что смотрели Это видео Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Комментируйте И до новых встреч